Привет, друзья мои! Эдуард Ситуитер на связи, канал уже не доктор. И сегодня мы проведем с вами биткоин-обзор, потому что сегодня произошло историческое событие. Биткоин впервые за всю историю своего существования пробил отметку в 20 тысяч долларов. Что там говорить? Большинство участников криптовалютного рынка буквально не верили в то, что биткоин когда-нибудь не то, что будет больше 20 тысяч долларов, хотя бы хоть как-то приблизится к этой отметке. Хотя мы с вами знали, что это произойдет уже в этом году, еще в самом его начале. Ну, по крайней мере, те, кто был подписан на мой канал. Поэтому проверьте, если вы еще не подписаны, обязательно прямо сейчас подпишитесь, нажмите лайк и колокол. Нажмите, чтобы новые видосы не пропускать. Вот, мы все как раз таки говорили о том, что вероятнее уже к концу этого года биткоин достигнет цены в 20 тысяч долларов и в итоге ее пробьет. В итоге у нас сегодня 16 декабря, так оно и получилось. Конец 2020 года и я нас всех с вами поздравляю. По факту с марта месяца биткоин дал более 400%. И я думаю, что только это событие позволит вам, своим родным и близким, купить гораздо более дорогие подарки, чем вы планировали ранее. И давайте мы сейчас разберем в двух словах буквально поверхностно-технический анализ биткоина. А уже на днях я сделаю более обширный обзор рынка криптовалюты. Мы посмотрим еще также на альты. В первую очередь давайте посмотрим на график биткоина и еще с октября формируется фигура классического технического анализа, которая называется восходящий расширяющийся клин или восходящий мегафон ввиду своей формы. По сути, в случае, если этот паттерн продолжает движение предыдущего тренда, находится в этом же направлении, он, как правило, является разворотным. Но статистика показывает, что пробитие в сторону снижения немногим больше 50%. То есть, если мы, например, имеем дело с восходящими треугольниками, то там мы можем с уверенностью 70% говорить о том, что мы получим пробитие в сторону повышения. То в случае с такими товарищами, как восходящими клинами, мы в данной ситуации, конечно, имеем шанс больше на пробитие в сторону понижения, чем в сторону повышения. Но, тем не менее, шанс этот сильно особо не разнится. В первую очередь, такой клин нам поможет определить, благодаря линиям тренда, верхние и нижние, мы сможем, по крайней мере, определить, какие точки сопротивления и ближайшие цели. И если мы посмотрим по верхней грани данной фигуры, то в ближайшие дни цена биткоина может в течение 4 дней достигнуть 23 тысяч, 23 тысяч 800, даже до 24 тысяч долларов. То есть, в принципе, движение в клинах происходит достаточно быстро, массивно. И, как мы уже с вами смотрели раньше, в особенности в начале этого года, мы с вами смотрели на индикатор профиль бокового объема. Давайте мы переключимся на недельный таймфрейм. И мы с вами о чем говорили? О том, что выше 20 тысяч долларов цена биткоина никогда за всю историю существования не была. Поэтому каких-то точек опоры здесь нет. Здесь немного меняется правило технического анализа для определения дальнейших целей. Их становится меньше. Рынок становится гораздо более волатилен. Люди не понимают, где нужно выставлять приказы на продажу. То есть, не видят этих границ, по крайней мере, не все их видят. И мы сейчас с вами попробуем, кроме верхней границы, определить еще другой уровень, ближайшие цели, где можно было бы, допустим, если кто-то биткоин хочет зафиксировать, где его можно было бы зафиксировать при таком вот трейде. Ну, ближайшая цель это 23800 примерно по данной фигуре, если достигнет в течение 4 дней. И мы можем с вами также попробовать обратиться к уровням коррекции Fibonacci. И давайте проведем их от пика 2019 года и до этого дна мартовского падения. И мы с вами получим конкретный уровень. Значит, уровень 1.68, то есть 168% был как раз-таки на 19872 долларах. И мы видим, что вот буквально несколько дней назад от этого уровня дважды отталкивалась цена биткоина. И в итоге сегодня его пробило и пробило еще двадцатку вместе с тем. И вот теперь мы находимся в зоне, где нет уже такого плотного скопления уровней, каждый из которых пытается помешать росту цены. Ну, или во всяком случае падению цены. Во всяком случае у нас есть 20 тысяч долларов поддержка. Но пробитие, еще раз, ребята, мы сейчас это обсудим. Должно быть еще нужно зафиксировать его, да, что вот оно, оно еще может превратиться в ложное. Нам нужно дождаться появления дневной свечи выше 20 тысяч долларов, а еще желательно даже недельной новой свечки, закрытия вот этой вот недели выше 20 тысяч долларов, открытия новой недельной свечи. И то мы смотрели по истории, что только после появления месячной свечи, новой месячной свечи выше каких-то новых максимумов, можно уже с большей уверенностью говорить, что ниже мы уже не вернемся. Во всяком случае так было после предыдущих халвингов. Мы это рассматривали в предыдущих видео. Ну, собственно, вернемся к нашим линиям коррекции по Fibonacci. И целями они нам дают вот уже точка 200%. Это у нас одна из самых популярных точек фиксации прибыли. Это 23 700 долларов. Удивительно, насколько точно эти цели как раз-таки совпадают с фигурой восходящий клин. И, по сути, объединившись, эти два индикатора могут нам подсказать, что именно отсюда будет какое-то отторжение. Во всяком случае, сейчас можно было бы открыть лонг позиции со стопами ниже 20 тысяч долларов. Там где-то на уровне 19,5 тысяч долларов. Даже вот я пониже 19,5. Да, 19,4-19,5 я бы поставил. Можно использовать разные методы постановки стоп-приказов. Но, тем не менее, все-таки безопаснее открыться в лонг было бы, если мы получили подтверждение пробития этого уровня. Уровня в 20 тысяч долларов. Давайте мы его здесь поставим. И что же в данном случае будет подтверждением? Как я уже сказал, появление новых свечей, закрытие вот этой дневной свечи, недельной свечи, месячной свечи. То есть, все из вышеперечисленного является в той или иной степени подтверждением. Далее. У нас здесь должны быть повышенные объемы. Ну, по сути, пока что объемов, по крайней мере, вот здесь не видно на Binance. Что тут у нас на Bitstamp тоже? Ну, объемы начинают повышаться. Но сказать, чтобы прям вот очень-очень. Нет, не-нет такого. Вот. У нас должны быть всплеск объемов. Ну, еще, в принципе, не вечер. Еще это может произойти. И еще одним вариантом подтверждения, наиболее часто срабатываемым, будет являться возврат цен к уровню 20 тысяч долларов. И уже его тестирование по итогу, если цены будут отторгаться обратно выше, снова от этой двадцатки начнут подниматься, в этот самый момент можно в рынок заходить в лонг. Опять же, со стоп-приказами, друзья мои. Одно из самых классных бирж, на мой взгляд, где можно легко выставлять стоп-приказы и работать с бессрочными фьючерсами для биткоина и расширять свои возможности, это Femex. Ссылочку на регистрацию Femex вы найдете в описании. Кстати, там еще бонусы очень крупные дают, больше 600 долларов, если вы пополняете баланс на полтора биткоина и больше. Но, опять же, это только для опытных трейдеров, которые понимают вообще, как и где нужно выставлять стоп-приказы, знают о риск-менеджменте. Кстати, недавно у меня был об этом видос. И я хочу напоследок вам признаться, что сожалею о том, что меня так не было долго и я не выходил каждый день. Все дело в том, что я и команда MyTeam, моя команда, мы готовимся к старту очень крутого международного проекта Daisy, который работает с компанией Endotech. И этот проект, он уже разросся до таких масштабов, что на старте здесь будет около 100 тысяч активных участников. И этот проект дает огромные, колоссальные возможности. В нашей команде уже очень много партнеров, много участников. Уже становится ясно, что мы будем одной из самых сильных команд в данном проекте, по крайней мере, в рамках СНГ. Ну, я думаю, что и не только. И если вам интересны подробности этого проекта, совсем недавно я делал на своем лайв-канале стрим, где, правда, за полтора часа, но тем не менее, я прям разжевал подробнейшим образом, как следует участвовать в этом проекте, следует ли в нем вообще участвовать, и как в нем можно заработать, сколько можно заработать и за какое время. И как лучше себя вести, как лучше расставлять аккаунты, и какую сумму лучше инвестировать. Во всяком случае, обо всем об этом я уже рассказывал. Вот как раз-таки был вот этот вебинарчик «Секреты маркетинга». Вы его, кстати, можете в закрепленных сообщениях найти в этом чате. И старт перенесли с 15 декабря, скорее всего, он будет 21-го. Там это связано с тем, что аудит немножечко задерживает. Аудит обязательно будет, смарт-контракт еще до выхода. Ну и, естественно, как только проект запустится, ссылка на регистрацию будет в чате «Daisy and attack my team». Поэтому ссылочка есть на него в описании. Переходите, задавайте вопросы, изучайте тему. Скоро стартует очень жаркая тема, которая позволит нам заработать много биткоинов, которые будут стоить много-много-много-много денег. Так что вот так, друзья. Ну а на этом у меня все. Я желаю вам всем жирного профита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok